Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Ферменты солода и их субстраты. Ферменты расщепляющие крахмал. Гидролитическое расщепление крахмала при затирании катализируют амилозы солода. Кроме них солод содержит несколько ферментов из групп амилоглюкозидаз и трансфераз, которые атакуют некоторые продукты расщепления крахмала. Однако по количественному соотношению они имеют при затирании только второстепенное значение. При затирании природным субстратом является крахмал, содержащийся в солоде. Также как любой природный крахмал он не является единым химическим веществом, а смесью, содержащий в зависимости от происхождения от 20 до 25 процентов амилозы и 75-80 процентов амилопектина. Молекула амилозы образуют длинные, неразветвлённые, спирально свёрнутые цепочки, состоящие из молекул альфа-глюкозы, взаимно связанных глюкозидными связями в положении альфа-1,4. Количество глюкозных молекул различно и колеблется от 60 до 600. Амилоза растворима в воде и окрашивается йодным раствором в синий цвет. По Мейру, амилоза под действием бета-амилазы солода полностью гидролизуется до мальтозы. Молекула амилопектина состоит из коротких разветвлённых цепочек. Наряду со связями в положении альфа-1,4 в разветвлённых местах встречаются также связи альфа-1,6. Глюкозных единиц в молекуле насчитывается около 3000. Ячменный амилопектин содержит по маклеуду от 24 до 26, в то время как солодовый только 17-18 глюкозных единиц. Амилопектин без нагрева нерастворим в воде. При нагреве образует клейстер. Солод содержит две амилазы, расщепляющие крахмал до мальтозы и декстринов. Одна из них катализирует реакцию, при которой быстро исчезает синяя окраска с йодным раствором. Однако, мальтозы образуются относительно мало. Эта амилаза называется декстренизирующей, или альфа-амилазой. Альфа-1,4 глюкан-4 глюканогидролаза. Под действием второй амилазы синяя окраска с йодным раствором исчезает только тогда, когда образуется большое количество мальтозы. Эта амилаза осахаривающая или бета-амилаза. Бета-1,2 глюкан-мальтогидролаза. Декстренирующая альфа-амилаза. Она является типичным компонентом солода. Альфа-амилаза активируется при солодорощении, а однако в ячмене Кнеин обнаружил ее только в 1944 году. Она катализирует расщепление альфа-1,4 глюказидных связей. Молекулы обоих компонентов крахмала, то есть амилозы и амилопектина при этом неравномерно разрываются внутри. Только конечные связи не гидролизуются. Происходит разжижение и декстренизация, проявляющаяся в быстром снижении вязкости раствора, разжижение затора. Разжижение крахмального клейстера является одной из функций солодовой альфа-амилазы. Представление об участии другого разжижающего фермента амилофосфатазы долгое время считалось необоснованным. Характерно, что альфа-амилаза вызывает исключительно быстрое снижение вязкости крахмального клейстера, восстанавливающая способность которого при этом возрастает очень медленно. Синяйодная реакция крахмального клейстера, то есть раствора амилопектина, под действием альфа-амилазы быстро изменяются через красную бурую до ахроической точки, а именно при низкой восстанавливающей способности. В естественных средах, то есть в солодовых экстрактах и заторах, альфа-амилазы имеют температурный оптимум 70 градусов Цельсия, инактивируются при 80. Оптимальная зона PH равна от 5 до 6, с четким максимумом на PH кривой. Она стабильна в диапазоне PH от 5 до 9. Альфа-амилаза очень чувствительна к повышенной кислотности, является кислота неустойчивой. Инактивируется с окислением до PH 3 при 0 градусе Цельсия и до PH 4,2-4,3 при 20 градусах Цельсия. Осахаривающая бета-амилаза, она содержится в ячмене и ее объем при соложении и проращивании сильно возрастает. Бета-амилаза обладает высокой способностью катализировать расщепление крахмала до мальтозы. Она не разжижает нерастворимый нативный крахмал и даже крахмальный крестер. Из неразветвленных цепочек амилазы бета-амилаза отщепляет вторичные альфа-1,4 глюкозидные связи, а именно от невосстанавливающихся неальдегидных концов цепей. Мальтоза постепенно отщепляет от отдельных цепочек по одной молекуле. Расщепление амилопектина происходит также, однако фермент атакует разветвленную молекулу амилопектина одновременно в нескольких пространственных цепочках, а именно в местах разветвления, где находятся связи альфа-1,6, перед которыми расщепление прекращается. Вескость крахмального клестера под действием альфа-амилазы снижается медленно, в то время как восстанавливающая способность возрастает равномерно. Йодная окраска переходит из синей очень медленно в фиолетовую, а потом в красную, однако ахроической точке вообще не достигает. Температурный оптимум бета-амилаза в солодовых экстрактах и заторах находится при 60-65 градусах Цельсия. Она инактивируется при 75 градусах Цельсия. Оптимальная зона pH равна 4,5-5, по другим данным 4,65, при 40-50 градусах Цельсия, с нерезким максимумом на pH кривой. Общее действие альфа и бета-амилаз. Амилаза диастаза, содержащаяся в солоде обычных типов и в специальном диастатическом солоде, является природной смесью альфа и бета-амилазы, при которой бета-амилаза количественно преобладает над альфа-амилазой. При одновременном действии обеих амилаз гидролиз крахмала намного глубже, чем при самостоятельном действии одного из названных ферментов. И мальтозы при этом получается 75-80%. Осахаривание амилоза и конечных групп амилопектина бета-амилаза начинает с конца цепочек, в то время как альфа-амилаза атакует молекулы субстрата внутри цепочек. Низшие и высшие декстрины образуются наряду с мальтозой под действием альфа-амилазы на амилозу и амилопектин. Высшие декстрины образуются также под действием бета-амилазы на амилопектин. Декстрины являются разновидностью эритрогранулозы и альфа-амилаза разрывает их вплоть до альфа-1,6 связей. Так что образуются новые центры для действия бета-амилазы. Тем самым альфа-амилаза повышает активность бета-амилазы. Кроме того альфа-амилаза атакует декстрины типа гексозы, образующиеся под действием бета-амилазы на амилозу. Декстрины с нормальными прямыми цепочками осахариваются обеими амилазами. При этом бета-амилаза дает мальтозу и немного мальтотриозы, а альфа-амилаза мальтозу, глюкозу и мальтотриозу, которая дальше расщепляется до мальтозы и глюкозы. Декстрины с разветвленными цепочками рвутся до места разветвления. При этом образуются низшие декстрины, иногда олигосахариды. Главным образом три сахариды и изомальтоза. Таких разветвленных остаточных продуктов, которые ферменты дальше не гидролизуют, насчитывается около 25-30%. И они называются конечными декстринами. Разницу температурного оптимума альфа и бета-амилазы на практике используют для регулировки взаимодействия обоих ферментов. Тем, что подбором правильной температуры поддерживают деятельность одного фермента в ущерб другому. Амилоглюкозидазы солода, например, альфа и бета-глюкозидаза, бета-H-фруктозидаза. Это гидролизующие ферменты, реагирующие точно так же, как амилазы, которые, однако, гидролизуют не крахмал, а только некоторые продукты расщепления. Трансглюкозидазы скорее не гидролизующиеся ферменты, однако механизм катализированных ими реакций подобен механизму гидролаз. В солоде содержатся трансглюкозидазы фосфорилирующие или фосфорилазы. И не фосфорилирующие, например, циклодекстреназа, амиломальтаза и другие. Все эти ферменты катализируют перенос сахарных радикалов. Их технологическое значение второстепенное. Ферменты расщепляющие белковые вещества. Расщепление белков, протеолиз, катализируют при затирании ферменты из группы пептидаз или протеаз. Пептид гидролаз. Гидролизующие пептидные связи равно СО равно НХ равно. Они делятся на эндопептидазы или протеиназы. Пептид пептидогидролазы. И экзопептидазы или пептидазы. Дипептид гидролазы. В заторах субстратами являются остатки белкового вещества ячменя, т.е. лейкозина, эдестина, гордеина и глютелина, частично измененного при соложении, например, коагулированного при сушке. И продукты их расщепления, т.е. альбумозы, пептоны и полипептиды. Некоторые белковые вещества образуют открытые цепи, связанных пептидными связями аминокислот со свободными концевыми аминными группами равно НХ2 и карбоксильными группами равно СООН. Кроме них в молекуле белков могут находиться аминогруппы диаминокарбоновых кислот и карбоксильные группы дикарбоновых кислот. До тех пор, пока некоторые белки имеют пептидные цепи, замкнутые в кольца, они не имеют конечных аминных и карбоксильных групп. Ячмени солод содержат один фермент из группы эндопептидаз и не менее двух эксопептидаз. Их гидролизующее действие взаимно дополняется. Эндопептидаза – протеиназа. Как настоящая протеиназа, ячменная и солодовая эндопептидаза гидролизует внутренние пептидные связи протеинов. Макромолекулы белков при этом расщепляются на меньшие частицы, то есть полипептиды с меньшей молекулярной массой. Точно так же, как остальные протеиназы, ячменная и солодовая протеиназа действуют активнее на изменённые белки, например, денатурированные, чем на белки нативные. По своим свойствам ячменная и солодовая протеиназа относятся к ферментам типа папаина, очень распространённым в растениях. Их оптимальная температура находится между 50 и 60 градусами Цельсия. Оптимум PH колеблется от 4,6 до 4,9 в зависимости от субстрата. Протеиназа относительно стабильна при высоких температурах и тем самым отличается от пептидаз. Наиболее стабильна она в изоэлектрической области, то есть при PH от 4,4 до 4,6. По колеблаку, коактивность фермента в водной среде снижается уже спустя 1 час при 30 градусах. При 70 градусах Цельсия через час он полностью разрушается. Гидролиз, катализированный солодовой протеиназой протекает постепенно. Между белками и полипептидами было выделено несколько промежуточных продуктов, из которых важнейшими являются пептоны, называемые также протеозы, альбумозы и т.д. Это высшие продукты расщепления коллоидного характера, которые имеют типичные свойства белков. Они осаждаются в кислой среде танином. Однако при биуретовой реакции, то есть реакции из серно-кислой медью в щелочном растворе белка, окрашивают в розовый цвет вместо фиолетового. При кипячении пептоны не коагулируют. Растворы имеют активную поверхность, они вязки и при встряхивании легко образуют пену. Последнюю степень расщепления белков катализированных солодовой протеиназой представляют полипептиды. Они только отчасти являются высокомолекулярными веществами с коллоидными свойствами. Нормальные полипептиды образуют молекулярные растворы, легко диффундирующие. Как правило, они не реагируют как белки и не осаждаются танином. Полипептиды являются субстратами пептидаз, которые дополняют действия протеиназы. Экзопептидазы. Пептидазы. Комплекс пептидаз представлен в солоде двумя ферментами, однако допускается наличие других. Пептидазы катализируют отщепление терминальных остатков аминокислот от пептидов. Причем сначала образуются ди-пептиды и, наконец, аминокислоты. Пептидазы характеризуются субстратной специфичностью. Среди них имеются и ди-пептидазы, гидролизующие только ди-пептиды. И полипептидазы, гидролизующие высшие пептиды, содержащие в молекуле не менее трех аминокислот. В группе пептидаз различаются аминополипептидазы, активность которых обуславливает присутствие свободной аминогруппы. И карбоксипептидазы, требующие присутствие свободной карбоксильной группы. Все солодовые пептидазы имеют оптимальный pH и слабощелочной области между pH 7 и 8 и оптимальную температуру около 40 градусов Цельсия. При pH 6, при котором протекает протеолиз в прорастающем ячмене, активность пептидаз ярко выражена. В то время как при pH 4,5-5 оптимум протеиназ, пептидазы инактивируются. В водных растворах активность пептидаз снижается уже при 50, при 60 градусах Цельсия пептидазы быстро инактивируются. Ферменты расщепляющие сложные эфиры фосфорной кислоты. При затирании большое значение придаётся ферментам, катализирующим гидролиз сложных эфиров фосфорной кислоты. Отщепление фосфорной кислоты технически очень важно из-за её непосредственного влияния на кислотность и буферную систему пивоваренных полупродуктов и пива. Природным субстратом солодовых фосфоэстерас являются сложные эфиры фосфорной кислоты, из которых в солоде преобладает фитин. Это смесь кальциевых и магниевых солей фитиновой кислоты, которая является гексофосфорным сложным эфиром инузида. В фосфотидах фосфор связан как сложный эфир с глицерином, в то время как нуклеотиды содержат фосфорный эфир рибозы, связанный с перимединовым или пуриновым основанием. Важнейшей солодовой фосфоэстераз является фитаза, мезоинозитегексафосфат, фосфогидролаза. Это название в субтитрах я вывел на экране. Она очень активна. От фитина фитаза постепенно отщепляет фосфорную кислоту, при этом образуются различные фосфорные сложные эфиры инозита. которые в конце концов дают инозит и неорганический фосфат. Наряду с фитазой были описаны также сахарофосфорилаза, нуклеотидопирофосфатаза, глицерофосфатаза и пирофосфатаза. Оптимальный PH солодовых фосфатаз находится в относительно узком диапазоне от 5 до 5,5. К высоким температурам они чувствительны по-разному. Оптимальный температурный интервал 40-50 градусов очень близок к температурному интервалу пептитаз. Протеаз. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok